МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Медицинское оборудование последнего поколения, современные технологии и профессиональные кадры. Сразу два новых отделения открылись в областной больнице. Вступительная гонка и профессии будущего. Вузы региона уже в этом году предложат абитуриентам новые специальности. Спроси у Гугла. Все чаще отвечают родители на вопросы детей. Стоит ли удивляться, что интернет-зависимость формируется уже у трехлеток? Как не потерять ребенка в сети? Интервью с психологом Евгении Башкинцевой. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Больше возможностей для диагностики и лечения. В Гомельской областной клинической больнице открылись два новых отделения. Аллергологическое и таракальное. Оба ранее находились в туберкулезном диспансере. После открытия в минувшем году новых корпусов детской больницы на Жарковского в областной освободились целые этажи. На них Главное управление здравоохранения областполкома решило разместить так необходимые здесь отделения. Каждая рассчитана на 50 пациентов. Наши корреспонденты с подробностями. Свежий ремонт, просторные палаты. Лечиться в комфортных условиях не так грустно. Многим пациентам необходимо проводить в больницах много времени. Римма Кучина в аллергологическом отделении не впервые. Несколько лет назад Мазырянку ужалила оса. Яд насекомого вызвал тяжелую аллергическую реакцию. Со временем аллергия начала проявляться на некоторые лекарства и пищу. Сейчас нужно регулярно проходить лечение. Лечит меня тут. Хорошо помогает. Поэтому не приезжала, если бы не помогала. Врачи хорошие, доброжелательно, грамотные. И такие вежливые. И вообще весь медперсонал вежливый, заботливый. Все больные довольны. Возможности обследования и лечения пациентов в новом аллергологическом отделении несравнимо лучше. Расширилась, например, лабораторная диагностика. Доступным стало консультирование пациентов с сопутствующими заболеваниями. В областной клинической больнице есть буквально все специалисты, необходимые аллергологам при лечении своих пациентов. Эндокринологи, гастроэнтерологи, лоры, хирурги и стоматологи. И это еще не все. Есть очень хорошая возможность проводить методы токсикации организма. То есть, когда тяжелые пациенты поступают к нам с реверническими заболеваниями, раньше возможности не было. Сейчас мы можем провести плазминфирию, асогимосорбцию. То есть, это, конечно, ускоряет сроки выздоровления. И, естественно, пациенты таки, так сказать, поправляются быстрее. И им, ну, как сказать, качество жизни их улучшается. Так они вот у нас недели две лежали. Сейчас вот мы будем надеяться, что за неделю сможем мы с ними справиться. А это новое таракальное отделение. Здесь проводится хирургическое лечение заболеваний и травматических повреждений органов грудной клетки. Сюда несколько дней назад попал гомельчанин Алексей Маслов. Мужчина возвращался с работы. Крыльцо было покрыто льдом. Подвернулась нога, и Алексей упал. Очень неудачно. Сломал ребра. Они проткнули легкое. Пришлось экстренно делать операцию. Сломал четыре ребра, повредил легкое. Быстро доставили, быстро оказали помощь. Так что оказали квалифицированно. Хорошо. Как вы теперь себя чувствуете? Ну, уже гораздо лучше. Хорошо, иду на поправку. Может, уже скоро и выпишут. Если у Алексея Маслова это была первая операция, то у гомельчанки Антонины Глуховой – пятая. Женщина пошла на ежегодную флюорографию. Снимок показал изменения в легких. Пришлось дать согласие на госпитализацию. Вскоре – на диагностическую операцию. Ее результаты покажут, какого характера новое образование. Мне очень, в общем, понравилось. Я здесь первый раз. И я обижаться никак не могу, потому что ко мне отнеслись очень хорошо. Высокотехнологичные методики хирургического лечения, которые используются в том числе в таракальном отделении, требуют одновременного участия в операции врачей и различных специальностей. Кроме того, при травмировании людей часто диагностируются политравмы. В таком случае успех лечения зависит от того, окажутся ли в это время рядом с пациентом специалисты нужного профиля. За год через отделение будет проходить около полутора тысяч пациентов. 70% необходимо хирургическое вмешательство. Половина из произведенных операций относятся к категории малоинвазивных с использованием лапароскопической техники. И опять-таки, надо сказать большую благодарность нашему областполкому, главному управлению здравоохранения областполкома. На этот год запланировано выделение финансовых средств достаточно больших для приобретения оборудования именно для таракального отделения, чтобы помощь профессиональная была оказана на еще более высоком профессиональном уровне. Открытие новых отделений – это еще не все, что запланировано в Гомельской областной клинической больнице на этот год. Руководство медучреждения говорит об очередных шагах в развитии отделений и укреплении материальной базы. А мы будем следить за всеми изменениями и отражать их в своих репортажах. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Морищенко. Новости недели. Вместо четырех котельных – одна мини-ТЭЦ. На этой неделе ее торжественно открыли в Калинковичах. Коротко об этом и других важных событиях недели в обзоре от службы информации. Калинковическая мини-теплоэлектроцентраль на местных видах топлива – третья в Гомельской области. Она будет обеспечивать тепловой энергией половину райцентра. Строили мини-ТЭЦ почти полтора года. Ее возведение стало возможным благодаря реализации программы использования древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. На объект потратили свыше 14 миллионов долларов, которые выделил в качестве государственного займа Банк реконструкции и развития. Еще более 2,5 миллионов рублей – средства областного бюджета. Планируется, что срок окупаемости проекта составит 7 лет. Появление новой мини-ТЭЦ позволит сократить годовой объем использования природного газа на 12 миллионов кубометров. Это около 60% от общего потребления. Экономия составит 3 миллиона рублей в год. В Гомеле на полную мощность вышло еще одно предприятие. Новую для себя сферу осваивает открытое акционерное общество «Гомель Агрокомплект». Ежегодно на заводе «Веда Транзит» будут производить до 180 миллионов стеклянных изделий. Эта продукция востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. Заинтересованность Беларуси в подобном производстве велика. Сегодня практически половина стеклянных изделий, используемых в стране, импортные. Гомельский завод поможет снизить эту зависимость. Около трети произведенного будет направляться на экспорт. Максимум через 4 года вложенные в реконструкцию средства должны окупиться. В Гомельской области увеличилось количество тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Их причиной чаще всего становится злоупотребление алкоголем. Такая информация озвучена на заседании коллегии областной прокуратуры. Ведомство поставило перед ЖКХ задачу организовать учет квартир и домов, где живут лица, ведущие о социальный образ жизни. В целом же, по данным статистики, за минулый год криминогенная ситуация в регионе улучшилась. Зарегистрировано снижение количества преступлений на 3%. При этом случаев хулиганства стало меньше почти на 6%. Мошенничество – на 11%. На водоемах Гомельской области резко ухудшилась обстановка. Об этом сообщили на брифинге в облсполкоме. Специалисты призывают быть еще более осторожными как во время зимней рыбалки, так и при любом выходе на водоемы. Более высокая температура воздуха, туман, осадки и лед становятся менее прочным. Он может не выдержать веса человека. В Гомеле в 20 раз провели конкурс «Техноинтеллект». Состязания умников и умниц проходят в ГГУ имени Франциска Скорины. В этом году победу оспаривали около 100 учащихся со всей области. Конкурс проходит в два тура. Первый предусматривает решение задач, на втором нужно представить собственные проекты. Для многих молодых ученых региона именно «Техноинтеллект» стал в свое время стартовой площадкой. АйТи, робототехника, бизнес-администрирование, экономическая информатика. Университеты региона готовят для абитуриентов новые специальности. Ведь уже очень скоро в Беларуси стартует вступительная гонка 2019. За какими профессиями будущее? Какие специальности будут востребованы у абитуриентов в этом году? И всегда ли диплом о высшем образовании – путевка в жизнь? Материал Марины Джалой. Наше большое путешествие по вузам региона началось с университета имени Франциска Скорины. Сюда, на экономический факультет, в этом году начнут принимать ребят на специальности «Бизнес-администрирование и экономическая информатика». Направления новые для нашего региона. В специалистах с таким образованием заинтересованы резиденты Парка высоких технологий и Гомельского технопарка. Выпускники этих двух новых специальностей имеют возможность работать в качестве бизнес-аналитиков, в качестве экономистов в области информационных систем. Подобные специалисты включаются в работу по построению новой архитектуры бизнес-процессов, которые сегодня протекают в любой компании. Следующая остановка – Белгуд. Основными тенденциями приемной кампании 2019 здесь станут цифровая трансформация образования и повсеместная цифровизация транспортной отрасли в целом. Поэтому две новые специальности, набор, по которым откроют в этом году, будут связаны с информационными технологиями. «Специальности, которые мы собираемся открывать с 2019 года, их две. Одна у нас будет проходить по профилю электротехнического факультета, непосредственно направлена на технологическую проработку. Это квалификация инженер-программист, программное обеспечение информационных технологий. Профиль технический. И второй профиль менеджер, квалификация будет менеджер-экономист информационных систем, управление информационными ресурсами». Развитие информационных технологий предполагает подготовку специалистов в этой сфере и в других вузах Гомеля. Так, в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации открыли специальность экономика электронного бизнеса. Выпускники будут востребованы в области электронной экономики, интернет-технологий, веб-разработки. «Если же говорить о ближайших потребностях рынка труда, то очевидно, что любой классический экономист должен быть уверенным пользователям информационных систем. И в этом выпускники специальности экономики электронного бизнеса тоже будут востребованы». Надежная опора для реального сектора экономики – Гомельский государственный технический университет имени Павла Сухова. Традиционное направление – энергетика, металлургия, машиностроение. Но сейчас особое внимание также автоматизации, IT-технологии, электроники. «Машиностроительный факультет. Мы планируем в ближайшее время открыть специальности по компьютерной мехатронике, по робототехнике, которые будут развиваться. На механико-технологическом факультете хотим открыть… Вот сейчас идет работа, возможно, мы успеем в этом году специальность по производству изделий и композиционных материалов. Очень важное направление, не закрытое в области в этом отношении. Сфера применения средние и мелкие предприятия, в том числе и бизнес, ну, может быть, и крупные предприятия, потому что это полимеры, это композиты, это порошки, которые очень сейчас востребованы для производства изделий». А в Гомельском филиале Международного университета МИЦО планируют открыть сразу шесть новых специальностей. Три на первой ступени получения образования и три на второй. Также на специальности правоведения открывается новая специализация – судебно-прокурорско-следственная деятельность. На первой ступени получения высшего образования открываются три новые специальности. Это лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций по направлениям, внешнеэкономические связи и международный турист. С квалификацией – специалист по межкультурным коммуникациям, переводчик-референт с указанием языков общения. В филиале это будут два языка – английский и китайский. Второй новой специальностью является управление информационными системами с квалификацией – менеджер-экономист информационных систем. И третьей специальностью – программное обеспечение информационных технологий с квалификацией – инженер-программист. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина за последние три года открыли подготовку по трём специальностям. Все они востребованы среди студентов, а в дальнейшем такие специалисты пользуются спросом на рынке труда. Спортивно-педагогическая деятельность – эта специальность позволила нам передать новый импульс в развитии нашего факультета физической культуры. Ещё одной специальностью, которой даётся приоритет – это русский язык, литература и иностранный язык. Третья специальность, которая открыта в интересах отделов образования и учреждений образования – это образовательный менеджмент. Специальность открыта на второй ступени подготовки на получение высшего образования. А это Гомельский государственный медицинский университет. Численность набора на лечебный медико-диагностический факультет и сохранится. В этом году здесь планируют втрое увеличить симуляционный центр. Наиболее активно в ВУЗе развивается факультет повышения квалификации и переподготовки. За два года вдвое увеличилось число слушателей. В этом году на факультете реализуют около 70 программ по 22 специальностям. Пройдем аккредитацию и планируем открыть переподготовку по наиболее дефицитным специальностям – это эндоскопия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика и общественное здравоохранение. Поэтому мы приглашаем всех, кто уже посвятил свою жизнь медицине. Основной этап вступительной кампании 2019 придется на июнь и июль. В эти месяцы абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование и другие экзамены, подавать документы в ВУЗы и ждать новостей о зачислении. Ну а пока хорошая возможность сделать правильный выбор в пользу профессии будущего. Марина Джалая, Валерий Гапанько, новости недели. Дети в интернете. Помимо широких образовательных и развлекательных возможностей, компьютер и интернет способны всего в один клик затянуть ваше чадо в опасный водоворот. Группы смерти, контент 18+, а то и откровенная порнография, наркотики и иллюзия легких денег. Сколько об этом сказано? Согласен. Но статистика говорит, пока родители бездействуют, дети в опасности. О доверительных отношениях и свободе в сети. Интервью с семейным психологом Евгении Башкинцевой. Евгения Семеновна, рад видеть в студии «Беларусь-4». Интернет уже действительно часть жизни каждого из нас. Это здорово. Он дает нам и оперативность, и комфорт. Плюсов много. Но есть и риски, есть и опасности. Вот интересно ваше мнение. С какого возраста вы бы советовали давать возможность свободы, свободы в сети, нашим детям? На самом деле свободы в сети нет. Ни для детей, ни для взрослых. Это та свобода, которая ограничена самым главным нашим составляющим жизни. Это разум. Поэтому каждая семья принимает свое решение в своем маленьком домике. И если ребенок уже достаточно осознан, и родители уверены, что он хорошо контролирует себя, тогда можно разрешать ему пользоваться интернетом. Ну, сразу говорю, что, конечно, в 7 лет ребенок еще не может так хорошо понимать, какие люди могут с ним общаться, и какие материалы будут правильными и неправильными. А вот уже постарше, когда он приобретает определенный жизненный опыт и в общении со сверстниками в реальной жизни, и свои навыки жизненные, вот тогда родители могут это сделать. Однако я все-таки предупреждаю пап, мам не давать полной, абсолютной, анархической свободы в пользовании интернетом вашего несовершеннолетнего. Ваш совет. Свобода с легким контролем? Конечно, с регламентирующими рамками, с рамками допустимого. Как это можно сделать? Ну, во-первых, самим взрослым, самим родителям следует просматривать те странички, те части, которыми ребенок пользуется чаще, смотреть сериалы, которые он смотрит, смотреть те картинки, которые он просматривает и скачивает. Потому что на данный момент, вот в сегодняшней жизни, есть много очень опасных вещей, которые не видны, так как порнография или распространение наркотиков, они очень тактично, да, в кавычках, шельмуют ребенка и постепенно взращивают его личность, готовой к тому, чтобы ему навязали возможность сниматься в роликах порнографического характера, возможности читать и производить экстремистские ролики. Возможности легких денег и так далее. Возможности легких денег, конечно. Есть завуалированная тема, то, о чем вы говорили, но ведь далеко ходить не надо, все мы понимаем, в сети огромное количество этих же фото- и видеоматериалов порнографического, экстремистского и другого характеров. Как быть, ведь это разговор уже о психологической безопасности. Так в том-то и дело, изавуалированная и открытая информация, они формируют личность молодого человека. И это делается не просто так, не потому, что кто-то разместил замечательную картинку, под которой написано «Депрессия – это модно». Ведь это становится разрешением для того, чтобы подростки, молодые и даже не совсем еще подростки, говорили печально, плохо, это всегда здорово. Все равно здесь у меня ничего не получится. И очень важно понимать, а где здесь? Здесь в этой стране? Здесь в Гомеле? Или здесь в этой жизни? И что может быть опаснее, чем подталкивание людей к такому депрессивному пониманию жизни, из которого выхода только один? Синикит? Это уже проходили? Это уже проходили. Подводя черту, все-таки, наверное, и вы уверены, что контроль хорош в легкой мере. Ваш короткий совет родителям, ну и вообще зрителям? Нелегкий контроль, а тактичный контроль, мягкий контроль. Доверительные отношения? Доверение, взывание к разуму друг друга и умение и желание услышать и понять и того, кто мал, и того, кто взрослый. Родителям нужно быть в курсе. Им не нужно отмахиваться, что это детская игрушка. Это не детская игрушка, не дорогостоящее изобретение для молодых. Это часть нашей уже с вами жизни. И так же, как и газ, электричество, как когда-то огонь, это точно так же и полезно, и удобно, и опасно. Евгения Семеновна, спасибо большое за эту по-настоящему копилку мудрости. Надеюсь, каждый сделает свой вывод, нужный для себя и своих близких. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Берегите себя. На следующей неделе белорусов ждут кофейные выходные. В Минске пройдет пятый кофефест. Зрители смогут понаблюдать за соперничеством бариста со всей страны. Продегустировать более трехсот сортов бодрящего напитка. Посетить выставку шоу кофейных компаний. Тем же, кто не собирается покидать малую родину на предстоящей неделе, стоит досмотреть нашу программу до конца. В завершении культобзора прозвучит афиша мероприятий, которые пройдут в регионе с 4 по 10 февраля. О новостях культурной жизни Гомельской области расскажет Евгения Кухаронок. В кинотеатре мини-Калинин открыли новый зрительный зал. И я приглашаю вас на небольшую экскурсию. Кинопроекционное оборудование австрийское. Акустическая система Dolby Digital Around. Экран 12 метров ширину, 5 в высоту. Зал оснащен по последнему слову техники, чтобы создать полную иллюзию погружения в силу. Здесь 150 зрительских мест, цена, на которые варьируется от местоположения, формата фильма и времени суток. У входа в зал расположен кинобар, а на балконе холла отвели место для музыкантов, которые в дни премьер будут встречать гостей. Кинозал открыли показом новой российской комедии «Семь ужинов» в 2D формате. Гомельские зрители получили возможность увидеть фильм еще до официального релиза. Такой подарок преподнес продюсер картины Георгий Малков. Он сам родом из Гомеля и в молодости не раз приходил в этот кинотеатр. Для него стало честью первым показать свой фильм на новом экране. Красота и таинство Полесье в объективе мозырского художника. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка фотографий Владимира Воробья. Гомельскому зрителю автор представил около 40 своих художественных снимков. Среди них фотопортреты полешуков, живописные пейзажи, виды сельского быта и отдельно бездонные черно-белые работы. В своих путешествиях по Полесье Владимир Воробей накопил также и богатый фотоматериал о местах, покинутых после аварии на Чернобыльской АЭС. Часть уникальных художественных фотографий из этой серии также представлена на выставке. В Гомеле прошла первая в этом году встреча на Замковой. Героем литературно-художественного салона стал один из самых молодых поэтов региона Александр Порошенков. Ему всего 19, однако уже сейчас юноша готовит к изданию свой второй сборник стихов. Этот чудный Вивальди снова заставляет отринуть слово и поверить, что нет прекрасней, мимолетней и неугасней, чем слияние верных нот. Звуки ангелов Божьей правой услыхать мы еще не вправе, но Вивальди, сто лет забвенный, вдруг воскрес из могилы тленной, и как Феникс упрямо в зал, скоро истину доказал. Сохраняется возрождением, нелюдским, неземным веленьем, промышлением Божьих сил. То, что стоит хранить святыней, самой главной, на той вершине, как хранится древо креста. Александр – студент третьего курса исторического факультета БГУ. Его интересует исследование рукописных исторопечатных книг в копилке достижений 8 научных публикаций. Однако учебная деятельность не мешает творчеству, а наоборот служит источником вдохновения. А далее узнаем, что нас ждет на следующей неделе. В Гомель привезут жемчужину российского стеклоделия. В картины галереи Гавриила Ващенко представит современный дядьковский хрусталь. В более чем 20 сторонах мира шедевры дядьковских мастеров признаны эталоном стиля и качества. В этом также смогут убедиться и гомельчане, и гости города. Открытие выставки запланировано на 6 февраля. 7 февраля в Светлогорск приедет труппа Белорусского академического музыкального театра с современной версией оперетты «Женихи». Яркая и искрометная постановка позабавит и в то же время заставит задуматься над реалиями нашей жизни. Спектакль пройдет на сцене Светлогорского центра культуры начало в 19.00. Гомель находится в ожидании 4-го международного фестиваля света. По традиции, самым ярким событием станет галоконцерт, который пройдет 9 февраля в ДК «Железнодорожников». Гости ожидают феерические выступления коллективов из Белоруссии, России и Украины. Начало в 19.00. На этом пока все. С новостями культуры вас знакомили Евгений Кухаронок и Сергей Лукашук. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.